Праздники славян Танцы, игры, веселые состязания и, конечно, традиционные угощения. Шумно и радостно праздновалась Камаедица у славян. В двух словах всего не описать, поэтому расскажем о празднике поподробнее. Камаедица – это светлая встреча весны и солнца. Хоть и путают этот праздник с известным христианским событием Масленицей, но все же это совершенно не одно и то же. Масленица каждый год сдвигается, ее дату высчитывают в зависимости от других христианских праздников, Камаедица всегда приходится на день весеннего равноденствия. У славян это время считалось началом весны. Яркие празднества по традиции длятся всю неделю вплоть до мартовского солнечного излома и еще неделю после него. Основные обряды на весеннее равноденствие у славян связаны с чествованием богов. Ирилы – бога весеннего солнца, и Лоли – богини весны. Камаедица – праздник встречи весны. Славяне в это время чувствовали радость от пробуждения природы и отдавали дань уважению, благодарности богам. Во время празднования Камаедицы славяне заводили хороводы, устраивали яркие прощания зимой. Конечно, обязательным атрибутом праздника были всевозможные угощения. Блины, обрядовые печенья, жаворонки. За время отведенные на гуляние славяне успевали провести следующие традиционные обряды. Почитание ушедших родственников. В рамках этого обряда отдаётся дань уважения предкам. Первый блин отдаётся душам предков. Из-за клички весны. Для этого обряда выпекают особое обрядовое печенье. Печеньем угощают птиц и делятся с родными, поют специальные песенки-веснянки. Весенние хороводы. Для первых хороводов, знаменующих пробуждений природы, которые традиционно организовываются на Камаедицу, выбирают возвышенность. Это место наиболее близкое и открытое солнцу. Изгнание зимы. Холода прогоняют парни до девушки, участвующие в играх-зимоборах. Самый частый обычай – взятие снежной крепости. Игра символизирует победу над зимой и открытие пути для наступления весны. Крепость часто строили всем селом. Обороняли её парни до мужики, а девушки помогали им. На Камаедицу чествуют молодожёнов. Супружеским парам, прожившим в браке не более одного года, желают счастья, рождение детей, крепких семейных ус, лада и благополучия. Самый известный и яркий обряд весеннего равноденствия у славян – изгнание зимы. Проводят его или непосредственно в день равноденствия, или спустя семь дней. Традиционно сжигают куклу-масленицу, являющую собой образ зимы. Иногда изгнание зимы проводится посредством сжигания обычного костра, сложенного из тонких прутьев и соломы.